Ну что ж, поехали, дамы и господа, продолжаем. Alliance против Fnatic, второй матч, Best of 3, группа выхода для Western Challenge. Alliance, в этот раз они забирают себе битрайдера, посмотрим, поможет ли им это. Fnatic в прошлом матче выглядели весьма неплохо, Alliance в этот раз банит Нагу, не хотят ее отдавать. Банит инвокера. Fnatic банит Ликана, банит Ио. Веспа. 10 секунд remaining. Ну и думают, кого брать. Ember Spirit доступен, стоит ли его брать, сейчас посмотрим. Время уже, полтора минуты, да, вот он, появляется Ember Spirit и появляется сразу же Dazzle. Ну и время показывает, что на уме у команды Alliance. Битрайдера, начало неплохое, хорошую саппорту себе заиметь тоже хотелось бы, поэтому не удивлюсь, если появится InchTeporation. У нас прям таки хит сезона, да, Слэнш Тепорэйшн, каждый по одному из этих саппортов, ну и а потом уже, либо Ice Blast во все стороны, либо просто ждут, когда пойдет инициация и спасают шелгреем. Всех прохиливает. Посмотрим, будет ли опять Эзер Шейкер на Тейл. Уж больно здорово, у него получается, неплохо, он прям таки в этих двух матчах показал. Второй игре против команды Empire. В прошлом матче против Alliance. Ну и начинает банить. Смотрит Alliance, нужен еще один саппорт. Непонятно пока, куда отправится Эмбер Спирит, то есть в принципе, для начала банить Шадоу Демона. Здесь я отвечаю сразу с Ченом, не хотят отдавать Уваки. Знатик. Alliance, свою комбинацию Шадоу Демон Даззл тоже дарить не хотели. Первый пик у Фнатик после банов, поэтому Alliance сейчас нужно задуматься Эр Шейкеров, все-таки банят, респект бан. В сторону на тыла. Я думаю, он того заслужил. Ну а теперь последний бан этой фазы. Вот Фнатик. Посмотрим, будут ли банить Луну на этот раз. Вспомнить ли про пака. Бэтрайдером, может, и на Афлейм пойти можно отдать Эмбер Абраблю Догу. В принципе, неплохо, он вчера у нас на нем отыграл. Вчера вам смотрели, напомню, Нави против Alliance. И кому интересно, записи можете найти на Ютубе. Ссылки всегда есть в стримчате. Так, ну, минута 20, все размышляет. Стоит задуматься, что самим здесь брать. То есть Эмбер Спирит это здорово, но надо собрать вокруг него еще и остальную команду. Да, до Эмбер Спирити можно просто не выехать. Понимает Фнатик, что будет Лайнс набрас, с Бэтрайдером сразу таскать всех в разные стороны. Нужно как-то придумать, как с этим бороться. Даззл есть уже, конечно, он прохилит, спасет и так далее. Это замечательно, но... Хотелось бы что-то еще. Посмотрим, появится ли Диссераптор как-то в прошлый раз его банил Фнатик. Точнее, Лайнс, честно, не помню, кто-то его банил. Ну и Флэп прям-таки крепко задумался. Они что-то порыщены все-таки. Никса сразу себе забирают. Падет Никс на Афлэйн, Эмбер Спирита можно на мид поставить, можно даже поставить его на АП-фармить. Ну и теперь Слоу за шведской командой. Дум. Вот так. Дум, Бэтрайдер, Рубик. Уже все выглядит очень неплохо. Для АЛЛАЙНС. Фнатик нужно продолжать накапливать свое потенциал, а пока у них... Просто даже в плане тимфайта все... Не, слава богу. Посмотрим, будут ли брать сейчас Виномастера, ну и кто потом будет еще последним героем, то есть... Либо брать кого-то на мид, отправить Эмбер Спирита на АП-фармить с Афлэйн, либо же наоборот, Эмбера выставить на мид и таким образом... Ну а с Афлэйн еще кого-то взять с кэрри потенциалом. Вариантов весьма много. Дисраптор, вот и он. Влетает Бэтрайдер, кого-то пытается таскать во все стороны, сразу же Глимс идет, но если Драко завяжется, будет он давать свои Кинетик Филды Статик Штормы. Предоставлять Вижн. Дальше, теперь, думаю, Талайн с еще одного саппорта хотелось бы взять, посмотрим, появится ли все-таки Джанглер. Давненько мы не видели. Ни Чантра с Ни Энигму. Я думаю, здесь будет что-то более традиционное. Раз вина мастера не стали брать сами Фнатик, можно даже самим его попробовать взять, почему бы и нет. Но, возможно, хочется что-то понадежней. По-надежней. Какие-то надежные станы, чтобы таскать Амбр спереди. Вот Джакира как раз и появляется. Обширный очень станы, кулдаун короткий, все это очень полезно. Доброе, немного бафнули. 5 секунд дюрэйшн на первом даже уровне, то есть 5 секунд будет неприятно очень замедление. Можно даже попробовать походить по Роме с Рубиком. Не так часто мы видим матчи с Джакиром, но обычно, когда мы видим матчи с Джакиром, он оказывается вместе с Дарксиром. Вот сейчас Фнатик об этом думает. Если будет фармящий дом, если Бэтрайдера отправить на мид, то можно Дарксиру дать Адмирабль Долгу. В Аланде есть такой вариант до сих пор, но тогда уже в поздней игре, в лейтгейме, они рискуют свой потенциал растерять. Фнатик нужно решить, будет ли это так. Так, появится ли Дарксир. Либо же Джакира будет просто в качестве ходячего стана, и сейчас появится еще какой-то кэрри. Словно действительно банит. Знаю, что не так часто Аллайнсы идут на такие вот прям-таки риски. С планами, что надо побеждать за 20 минут. У нас тимфайт, у нас омбо-комбо. А теперь последний банат Аллайнс, видят они, что здесь Тинкера банят. Интересный, конечно, вариант. Вполне мог здесь Тинкер на самом деле зайти, если бы фармил Эмир Спирит, но я думаю, все-таки какой-то райт-кликер стоит взять. Вопрос лишь кого? Нужно кто-то, кто будет выживать. То есть, либо товарищ с эскейпом. Либо просто крепкий. И вот появляется Тиня. Без Виспа, но почему бы и нет. Ну и, кстати, интересно, отправят ли Тиня на мид сейчас. В принципе, на мид можно Эмбра отправить, разницы никакой особо нет. Оба опыта получают. Буквально с пары первых уровней становятся уже очень неприятными на лэне. И что Тиня там дает свой прокаст, что Эмбра Спирит чикает с Лейт Офистом. Привязывает постоянно Селин Чейнс. 50 секунд. Олайнс понимает, что если матч затянется, если появится Ганни и Мутини, если Эмбра Спирит внезапно взлетит, появится у него там дезолятор, калиты и так далее. Могут возникнуть серьезные проблемы. Да, конечно, есть Бэтрайдер, который будет всех вытягивать. Будет. Удобнее им драться, прям таки инициировать. И появляется Слардар. Чуть больше агрессии. Теперь Олайнс, и в принципе, я думаю, они готовы будут давать отпор. Винсармор будут давать Тиня. Винсармор Эмбра Спириту. Тиня и так начальным армором особо похвастаться не может. И в принципе Слардар. Здесь неплохо. Должен вписываться. Но посмотрим, нафармит ли он свой быстрый блинк. Лоди нужно будет вести себя достаточно агрессивно. Просто фармить здесь не выйдет. Здесь должна быть активная игра от команды Лайнс, если они хотят иметь преимущество. Так, ну что, Фнатик. Сторона Радиент. На Тейл на Дистирапторе. Эра на Тиня и Хани. Эмбра Спирит. Флай на Дазли. Ну и Трикси на Никси. Посмотрим сейчас, как будут лейнс. Как видно, на топ пока выезжают. Возможно, просто будут ставить варды, но... Как минимум известно, что Эра пойдет фармить свой сейфлейн, ну а на мид выйдет Хани. Знаю, что его там встречает Бэтрайдер, поэтому уже заранее покупаю себе Magic Stick. Будет копить заряды. Джайл Лайнс. Сторона Дайр. Адмирабль Дог на Бэтрайдере. Здесь на мид выходит внезапно из Фор. На Слардаре. Поменялись они с Лодой. И в принципе, так даже лучше. То есть Лода на доме. Лода на фармить. Лода любит фармить. Эту герою ему отдали. И джем на рубике. Аки на Жакиро. Ну а у Эйс Фор задача простая. То есть купить себе Пауэртрейд, купить слот на выживаемость. Ну и Блинк Дайгер, возможно, даже еще до слота на выживаемость. А потом максимально агрессивно. Максимум ганков. Пытаться ходить всех убивать вдвоем с Бэтрайдером. Звать еще что на помощь Думу. А потом уже Дум должен выходить и расфармить со своим мидасом. И всех начинать гонять. Не стоит недооценивать. Фарм потенциал Дума. Есть, пожалуй, самый большой вопрос. Получится ли создать для него пространство. Конечно, Дум всегда может отойти и поджанглить. И свой фарм он найдет рано или поздно. Но тем не менее. Есть. У Фнатик тоже все не так плохо. Посмотрим, возможно, есть у них какие-то хитрые задумки. Дабл мид пока выходит на Тейл. Вместе с Ханей. Так, видится Ардара. Ну и Ханей, я думаю, здесь спокойно один постоит на самом деле. Сейчас лучше бы находить и убивать просто по кулдауну Адмирал Бульдога. То есть чем позднее у него будет блинк, тем выгоднее это будет для Фнатик. Выходит Флайд. Дает поздно-тач, начинает наворачиваться. Бульдог полетел. Получает стан. Огромный приятности на самом деле у Бульдога. На нем тикает еще и поздно-тач. Последний удар, скорее всего, добивал бы его. Потому что поздно-тач все еще тикает. Флайб как-то он развернулся. Скорее всего, просто не дотягивается уже. Кто его знает. Здесь параллельно наседает уже на Трикси. Но Трикси особо не боится. Риквид фаер. Качалакит такой вот выбран сделал. Возможно, не лучший выбор. Как я говорил на драфте, что 5 секунд здесь. На дула-брейсе. А в то же время постоянно тикает. Ликвид фаер добивать. Никсу очень неудобно, но убивать его начнут чуть позже. Ханя здесь размениться. Харасом со Слардаром. Так, вот, наконец-то появляется дула-брейс. Вот теперь уже на Трикси подышали. Правда, он совсем не боится. Он понимает, что урона все еще не так много. Можно здесь особо пока не бояться. Пожалуй, скоро придется тратить ему салю, тем не менее. Ну и Бульдога прогнали. Бульдог понял, что на лейне будет сложно. Будут к нему все приходить, поэтому отправляется и начинает джанглить. Здесь С4. Ну а сел прямо-таки на Ханя. Ханя перепугал он. Но усердствовать особо не стал. Так, ну и Ханя. Как-то он на бутылку до сих пор не информил. Он ожидал, что к нему придет бэтрайдер, что он будет копить стаки здесь. На Magic Stick'е, поэтому золота у него было изначально не так и много. Пока что у него только пять сотен. А у него бутылки все еще нет. Так, пошел Трикси. Похоже, пошел убивать Курьера. Курьер пока что стоит. Слардар видел спокойный Трикси. И Курьера везет в обход. Рядом летает Бульдог. Если что, даст Вижен. Ну и саппорты постепенно перемещаются. Трикси даже на лейне совсем не стал стоять. Так, С4. Как-то поторопился, наверное, немного Ханя. Перевязывает он наконец С4. У С4. Нет совсем спринта, он вкачивал баш на единичку. Стан. Стан попадает по Слардару. И теперь Слардару глимсует обратно и добивает его Даззла. Сюда прилетел еще Аяки. Можно даже Аяки попробовать было убить. Но от Understrike потратили на Слардару. А, возможно, даже с этим Натой и поторопился. Курьер все еще сидит в лесу. Про этой информации нет у Трикси. Но Трикси продолжает свое путешествие. Пошел мешать Бэтрайдеру. То есть он готов пожертвовать своим опытом. Ну и Курьера наконец здесь. Апгрейднули. Так. Трикси встретился с драконом. Разминулся. Сделал вид, что это не он. Элода понял, что там на меде все развлекаются. Там какое-то веселье. Поэтому начинает наседать на вышку. Намекает, что... В принципе, пора бы к нему возвращаться. Он жаждет внимания прямо-таки. Поэтому к нему перемещается обратно Трикси. Да, на Слардару опять нападение. Будет ли Глимс? На тыл. Уже было Глимс. Слардару так они и не убили. Эра здесь на фрифарме. Флай ему особо не нужен. Можно флай в принципе так и перегонять. Просто кемпить. На меде эту саму Слардару. Можно, конечно, делать отпул. Сейчас получать опыт. Но было бы куда интереснее получать опыт. С ганков. Купил себе ботинок. Немного поджанглил. Напугал его, конечно. Чуть-чуть Никс. Но я к тому времени. Он уже здесь все зафармил. То есть особо по фарму. Не испортил ничего Трикси. Так, Трикси пошел смотреть. Забрасываю обратно в кемп. Успел нажать спать керпас. Тикет на нем тень умения не дала брыз. Ну и просто телепортируется. Больше станет его нечем. Параллельно здесь опять пытаются убивать Слардара. Привязывает его Ханни. Поставили кинетик филд. Вот теперь отсюда уже С-Форк просто не бежит. Отличный додж краша от Ханни. То есть пошел краш и Ханни в то же время пропал. Используя Слейта Фист. Поэтому стан не получил. И Бульдог выходит на лейн. Бульдог третьего уровня. Тинни здесь уже пятого. То есть если попадется бэтрайдер под прокаст. Скорее всего будет он погибать. Рядом Флайпер, Ахилио, Тинни. Обсервир здесь до сих пор есть у бэтрайдера. Поэтому бэтрайдер ведет себя аккуратно. Не подставляется. Рядом однако и Дестраптор уже со вторым уровнем Глимса. То есть возможно. Бульдогу сейчас они все-таки подловят. Тут наглеет, заставляет саппорт выходить на него. В любой момент может улететь, если что. А саппорт свою ману потратит. Так, выходит. Выходит Флай. Нет Дестраптора рядом совсем. Ну и Флай прям-таки наседает, как в последний раз. На половину ХП, тем не менее. Прогнал. У Эра есть уже Мидас. Съедает он Клипа. Сейчас скоро получит шестой уровень. Лода, давайте посмотрим, как дела у Лоды. Тоже, в принципе, с Мидасом параллельно они примерно получили. Ну и если Нетворс. Прожмем, видно, что Дума он своим Дивауром просто по кулдауну крипов есть. Если у него Рингов Базилос. Ману он тратит исключительно на Дивауры. Сейчас с Мидасом разгонится и того больше. Но самый большой вопрос. Что он будет покупать и окупится ли этот фарм сейчас. Так, на ТС смотрит. На Дабл Дэмиш находит он Бульдога. Бульдогу он всегда может глимсануть, однако Бульдог его сам может убить. Кенетик Барьер, Кенетик Филд. Глимс. Вижн пропал с Тандерстрайка и 1 Рабл Дог улетает. Как-то не скоординирован. Немного пыли себя Фнатик, не успели подбежать все вместе. Достаточно было Даззла и Батрадра они, скорее всего, убивали. Ну что, время ломать вышки. Здесь пока что выходит, Жакиро смотрит на Трикси. На бот прилетает ЭДЖМ. Смотрит здесь Рубик, дает фейтболт. Просто весь скрипейф увел, ну и теперь вышка. Особого урона не получит больше. Эру прогнали. Ну что, я думаю, Трикси очень рад, что здесь получает он свободный опыт. То есть сейчас шестой у него появится уже будет Виндетта. На полуровне отстает от него Адмирал Бульдог. У Бульдога и по фарму. В принципе, у Бульдога получше. Он джанглил. Где-то на 4, на 5 сотен. Ханни на миде все еще стоит. Перефармливает его даже Слардару на самом деле. 33 лоскита, 12 денаев у Слардара. У Ханни 20 лоскитов всего лишь, но в то же время 1 килл, 1 ассист. Слардар погибал уже дважды. Поэтому по Нетворсу, как миде Слардар, лишь чуть-чуть отстает. Нужно продолжать доделать портрет. Нужно продолжать им получать опыт как можно быстрее. Ему нужен 11 уровень. Но если к 11 он получит блин, то это уже можно считать, что задача у него выполнена. Так, на Бульдога. Полетел, сейчас будет глимс. Очень долго он стоял на одном месте. Возвращает его кинетик филд и мы дали. Ну и камнями забросили. Будет ли Тос? Тос напоследок. Тинкер пришел, пытается помочь самому другу. Так как бы не добился сейчас фейтболтом, приходится Рубика прогонять. Ну а на топе потратили дум на Трикси. Трикси не так и много урона получает. Трикси спокойно живет. У него есть Салю, сейчас он прохилится. Однако вышка здесь проседает. Пора сюда слетаться. Пора прогоняться всюду лоду, у которой ХП не так и много. Трикси отпевает Салю, и разве что Виндета он не успел получить до этого. Приходит на тыл. Глимс у него есть, можно вернуть лоду обратно. Пора возвращать. Ну и вернули. Лоду пошел добивать вышку, немного пожадничал. Вышку сейчас можно будет заданить. Так и сделал Лифнатик, ну и успешно все провернули. То есть лоду убили. Тауэр за Дефли, Тауэр заданали. Трикси в итоге выжил. Лучше и быть не могло. Пока что счет 4-0. Лайонс как-то они с прошлого матча. Похоже пока не оправились. Потенциал у них есть. Потенциал просто огромный. То есть появится блинк. На этом товарище появится блинк. На Абитрайдере будет совсем здорово. Но пока что им даже собраться как-то не дают. Лайонинг Фнатик проводит неплохо. Ну что, смотрим графики. Три сотни есть в Лайонс. Это преимущество по золоту. Джанглич и Бэтрайдер плюс Мидас. Плюс неплохо половина Слордар. Несмотря на свои смерти. Полторы тысячи у Фнатик по опыту. Ну и Виндета. Пошли Виндета. Правда Тиний куда-то убегает сразу же. Мимо него прям-таки проходит Никс. Начинает он гангстить Джема. Джем приподнимает Никса. И Джем все еще живет. Как-то Тиний ушел. Не совсем я понял зачем. Вот. Возвращается Тиний. Привозит Натейла. Натейл показывает, что есть у него уже статик шторм. Ну и Тиний готов продолжать. Двести секунды до Тоса. Глимсует там. Глимсует Слордара. Ну и Слордара добили. Эра готов вроде продолжать. Но Тикает на нем до Абраса. Скорее всего Эра уже будет погибать. Стик у него нет. О, ему дали заряд бутылки. Ну и буквально чуть-чуть не добили Аки. За ним прям-таки гонится на тыл. Успел надеть на него Тандерстрайк. И Аки погибает. 7-1 становится счет. Летит здесь Бульдог. Блинка у него, понятное дело, пока нет. А Лайнс рискует игру выпустить сейчас из своих рук, если так будет продолжаться. Очень много опыта они сейчас упустили. Выходит Лода на мид. Рецепт на Владмирс Оферинг. Не самый агрессивный айтем, в то же время неплохая аура. Пояс, Владмирс Оферинг. Можно будет спокойно джанглить. Ну, в принципе, и так. Дом может это делать, то есть не совсем понятно. Просто апгрейд для Ринга Базилос. Команде полезен, самому полезен. Почему бы и нет? Вдвоем с Слордаром будут прохиливаться. Манреген будет. Будет армор. Так, Хейст у Хани. Хани особо не перемещался. Он в свой лейн, у него первый Сиринг Чейнз. Хейст включил, ну и пошел искать Бульдога. Бульдогы, правда, здесь улетают уже. Хани просто внимания не обращает. И вперед к победе. Ну нет, там уже вышка. Немного странный ганг, но даже гангом это сложно назвать. Эра понял, что пространство у него пока есть, поэтому решил барабаны сделать. Нет у него виспа в этом матче, поэтому барабан здесь потребуется. Ну а потом уже можно будет делать агоним. Проблемы с мусспидом, проблемы с атакспидом постепенно начинает решать. Так же идет деревья здесь ходит. Просто топором робит. Слардар, пауэртрейд с бутылкой есть. Шесть сотен, то есть добренька еще некоторое время будет. А здесь глимсует лоду. Айспад, замечательный айспад атаки. Прилетают крипы, ну и лоду успели добить. Слардар приходит, пытается. Ответный ганг какой-то устроит. Побежал он, прям-таки пытался. Всех поставить, но сам получает. Поздный тач. Рядом и Бульдог. Можно продолжать здесь бросаться. Очень много урона здесь входит с Тосов. Но влетает наконец-то Ханни. Только Ханни не хватало. Перевязывает обоих. Добивает Джакира и готов продолжать добивать Бульдога. Бульдога тоже добивает. С4 остался последний. И С4 как бы сейчас здесь тоже не попался. Рубика как-то между делом сейчас похоже убьют там. Зажимают С4. С4. Наконец добили. Ну а Рубика глимсует. Но это минус пять. Минус пять в ноль, при том на двенадцатой минуте. Трипл килл для Ханни. Алайенс. Теряют сейчас аниме Тауэр. Ну и потом обновятся графики. Посмотрим. А я думаю там уже за десять тысяч сейчас будет по графику. Учитывая. Такие резкие драки. То есть на Ботл и Няня замечательно подрались. Правда вышку не сломали. Но сейчас подрались. Минус пять сделали. Пока расходятся. Пока закупаются. Но большой вопрос что будет дальше. Здесь до блинка пара сосен уже. Четыре сотни всего лишь. С Лордаром. Четыре раза подряд погибал. Восьмого только уровня. Небольшие проблемы у него в этом плане. Ну аэра. Барабан получил. Копит дальше на свой аганим. Догнал он лоду по нетворцу лоду. Несколько раз подряд. Умирал. Ловили его. И Фнатик должен быть сейчас готовы продолжать свою агрессию. Здесь в Виндете подсиджет С4. Так Трикси. Как-то он ходил кругами вокруг. Вокруг Слордара. И помогает ему Ханни. Не решаясь Трикси как-то с импейлом. Как-то он странно ходил из стани. Стан совсем не нажимал. Ну опять. Убили Слордара. Бэтрайдер там должен покупать уже блинк. Да вот он блинк. Но здесь сейчас еще один Тир-1. Скорее всего сломает. Нет. Фнатик отходит. У них нет Трикси главного. Древолома. Эра. Постоянно он стоит здесь. С Диссераптором постоянно их ждет. Когда кто-то появится. Кто-то начнет фармить. Вот он приходит лоды. В прошлый раз он никого не нашел. Отправился в Сваеси. Но сейчас. Стоит и ждет. Здесь. Смог. От Альянс. Полетел Бульдог. Готовится ловить Ханни. Ханни успел дать стерлинг чейс. Наконец-то его поймали. Но здесь уже пошла контр-инициация. Тройной стан. Замечательнейший стан от Трикси. Влетает Ханни. Попадает на стан. Продолжает всех рез. Огромное количество урона во всех вошло. Пора разбегаться. Лода приходит. Он единственный у кого фулл хп. Который готов давать свой ультимейт. Стан попадает по статистик шторм. Здесь Рубик просто сгорает от стерлинг чейс. Ну и Лода тоже возвращает его обратно. Трикси. Станет дома. С его прохилом. Слардар, пожалуй, единственный, кто бежал, помимо Жакира. Ну и Тинни даже приходить не стал. То есть в четвером. Против пятерых удачно подрались. Добивает Тинни вышку. Здесь Слардар со своей невидимостью готовит. Хоть кого-нибудь попробовать убить. Но Ханни уже улетел. Сейчас вернется обратно ремнутом. Так, Рубик. Ворует. Ворует Шелгрейв. Сразу же влетает Рикси. Рикси купил уже Блинг. Возвращается обратно еще и Эмбер Спирит. Ну и здесь как раз как по заказу Слардар. Джей говорит, С4. Не стали даже ждать. 17-1 счет. Ну и Стар Дарфольна, что сейчас уже будет тоже погибать. Здесь Баннихилл играет, друг за другом бегает. И внезапно взрывается, конечно. Фнатика отправились после первой серии. Лайонс как-то толком собраться просто не смогли. Ну и в итоге проигрывают 2-0. Ну что, на этом у нас на сегодня все. Достаточно быстро у нас сегодня были оба Best of 3. Ну а завтра вернемся. Завтра, напомню, в 11 у нас будет Фнатика против Нави. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok